Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вся наша страна организовалась в едином боевой лагере, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Двое дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда им праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нам. У нас не было союзников, у нас не было красной армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. И 15 государств насыгали тогда на нас. Но мы не уливали, не падали, в одну войну организовали под нами красную армию и превратили нашу страну в военную армию. Сувь Великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории. И добились победы. Такое положение нашей страны куда лучше, чем 20-30 годов назад. Наша страна во много раз богаче будет и промышленным уступом, и продовольствием, и Сириевым, чем 20-30 годов назад. У нас есть эгрессионизм, держащий вместе с вами в Ленинграде, против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, оставшихся в логике русской деянии. Мы имеем теперь замечательную армию, замечательную флаг, против отстаивающей свободу и независимость нашей войны. У нас нет серьезной захватки ни в протокольстве, ни в вооружении, ни в облудировании. Вся наша страна, все народы нашей страны подбирают нашу армию, нашу плоту, а вот этим разбит захватнические органы немецких фашистов. Наши людские разделены не исчерпают. По великому Ленинграде, его повлирусные знамя вдохновляют постепенно на Отечественную войну, так же, как 23 года пройдут. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как изображают некоторые перепуганники, не так страшен черт, как его больную. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала политические детства в хваленные немецкие войска? Если судить не по хвостливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительным доложениям, Германии не трудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Германия теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, ее людские резервы истекаются. Дух возмущения обладает не только народам Европы, подпавшими под его немецких захватчиков, но и самим германским народам, которые не видят конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может быть этого, долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик. И гитлеровская германия должна лопнуть под тяжестью своих местных тюрьм. Товарищи Красноармейцы Краснофлотцы, командиры политработных, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как насилуспособные уничтожить разбойничие горды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под игру немецкой тюрьмы, как нас своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу должность. Будьте же достойны этой миссии. Пусть в этой войне вдохновляет вас множественный образ наших великих предков. Александра Левского, Дмитрия Донского, Кузьмин Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Бутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя Великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, наздравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа!